Праздничные дни оказались напряжёнными для дорожных полицейских. Протоколы они составляли о превышении скорости нахождения за рулём в нетрезвом виде. Не стало исключением и Латгалия. Участок дороги Малты-Резекна один из тех, где водители часто нарушают скоростной режим. Этот нарушитель признаётся, что пьёт четвёртый день. Спровоцировав аварию, он пытается бежать с места ДТП. Эдгарсу тоже какое-то время придётся провести на пассажирском месте. Сел за руль пьяным, лишился прав на целый год. Праздничные дни статистика дорожных нарушений особенно удручает. По данным полиции, в сутки они составляют до двухсот протоколов. А число аварий в отдельные выходные дни достигает 40. За минувшие сутки в Латвии произошла 31 авария. Пять человек пострадали. Уже семь учебных пасек появилось в регионах Латвии. Оказывается, всё больше и больше жителей страны хотят не просто покупать мёд в магазинах, но и самостоятельно его собирать. «Самая большая учебная пасека в Цырове, Айспутского края. Любой желающий может проверить на ней свои способности находить общий язык с пчёлами». «Начинающие пасечники сами подходят к кульям, сами всё делают. Под нашим присмотром, конечно. Очень важно, чтобы человек имел возможность себя проверить, хватит ли ему смелости вытащить соты. Или они выпадут у него из рук, как только пчёлы начнут жужжать». Этот год для пчеловодов не слишком благоприятный. Тёплую зиму сменила холодная весна. Так что пока пчёлам не хватает питания. В Олайне прошёл шестой по счёту чемпионат по ретто-мотокроссу. В нём приняли участие около двухсот спортсменов. Шум от этих мотоциклов намного больше, чем от обычных. Ведь их возраст на пальцах не сосчитать. «К ретро-мотоциклам мы относим машины советского времени – Иш, Минск, Ява. Большая часть из них уже переделана. Ведь оригинальных деталей в Латвии и не достать». Трассу в полтора километра должны преодолеть и мопеды, и мотоциклы, и мотоциклы с колясками. Опытные спортсмены признаются – соревнования для них – это праздник. А будни проходят в гараже за починкой и изготовлением деталей. «Гонщикам надо родиться, это у меня в крови, и мой отец любил погонять. На трассе можно сбросить весь негатив, и тогда жизнь становится прекрасной». В Латвии чемпионат по ретро-мото-кроссу проходит в шесть этапов. В первом, который прошёл в Уоллэн, и приняли участие 210 спортсменов. А в конце месяца соревнования продолжатся на трассе «Белко с ним». 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 Продолжение следует...